Горячие глаза, которые у ребят сейчас, могло сказаться то, что мы увидели, что может быть и другое отношение к нам. А сперва над нами смеялись, над нашим названием, да, черкаши? Сейчас боятся и уважают. Всем привет! Выпускаем очередную серию дневника фаната. Сегодня мы снова на нашем домашнем стадионе играем с соперником, не знаю, как сказать, принципиальным или нет. Ну, наверное, с одним из принципиальных. Радует игра, радует то, что появилась действительно картинка в игре. Радует, конечно, результаты, радует то, что команда идет, команда забивает. Конечно, позитивное настроение сейчас, и хотелось бы, чтобы оно как можно дольше продолжалось таким же позитивным, чтобы к концу сезона мы, наконец-то, подняли головой заведенный трофей. Все закричали всеми такое любимое слово «Спартак Чубов». Для любителей пенного сосисок перед хоккеем можно цепануть сосиски, блядь, и пивайся. Ну, я Серега, я сейчас съем, я тут сосиску пиваю. «Спартак Чубов» Я могу сказать, что сейчас мы готовим к выпуску наш, во-первых, второй альбом, на котором появятся новые темы, новые композиции, которые мы хотим впоследствии перенести на трибуну. Может быть, там не целиком, там припевы, какие-то отрезки, вот. Чего-то прям сверхнового вы сегодня вряд ли услышите, но в ближайшем матче мы готовим альбом и будем уже внедрять темы на трибуну. После матча с «Локомотивом» на свежих эмоциях в неформальной обстановке встретились с Артемом. Привет, Тём. Хотели обсуждить последние события, последних матчей, ну и так пообщаться. Сейчас, сам видишь, болельщики пришли вновь на стадион. Как тебе поддержка трибун? Постарались вас порадовать визуальным перформансом таким, скажем, простым и понятным. То есть мы красно-белые, мы всех сильнее. Оглянись назад, там застыл докат, красно-белый застыл полотной. Мы пройдём туман, дождь и ураган, за мечтой и за новой звездой. Болю не сломить, нужно победить, управляя своей судьбой. Мы пройдём туман, дождь и ураган, за мечтой и за новой звездой. Что хотелось бы начать, это, наверное, обстановка в команде. Потому что сейчас все видят, что команда заряжена. Об этом говорит и результат. Об этом говорят те эмоции, с которыми футболисты выходят на поле. Поэтому хотелось бы от тебя, как изнутри, услышать. Если говорить об атмосфере в команде, правильно ты сказал, да, ребята выкладываются, ребята стараются. И это видно, что каждый ложится костями, как может, подаёт всё. Последние на тренировку, могу сказать, что ребята так же выкладываются. Приятно, радует всех нас, что это проявляется. И в результате хотелось бы, опять же, это сохранить. Хочется, чтобы это была какая-то вспышка, мимолетная, чтобы продолжалась каждую игру. Мы сейчас о самом, наверное, актуальном. Это прошедший матч. Мы победили, круто. Поделись вообще эмоциями. Мы видели твои эмоции на поле. Эмоции были замечательные. Опять же, хочется ребятам спасибо сказать. Потому что приятно играть в такой атмосфере, когда ты видишь, что защитники не дают практически бить повороты. То есть Камбаров, когда Дима там выбивал, казалось бы, да, вроде всё, я не знаю, откуда он там прибежал. Лёха Кутепов, Сальва до этого много раз выручал. То есть, чтобы каждый друг за друга играл. Эмоции, естественно, они самые позитивные. Потому что не только добыть результат, но и с таким на зубах, можно сказать, нажилок, когда концовку, вроде нас уже прижали. Но мы смогли, мы заработали три очка. И я думаю, в таких играх формируется команда. Андрюха, здорово. Как добрались? Нет, это неправильно. Давай так, здорово, Грёв. Как добрались? Добрались нормально, с приключениями, всё хорошо. Где твоя банда черкаши всем известна? Так, черкаши, сейчас мы немножко рассосались по стадиончику, по трибунам, потому что сейчас менты нас ловят. Палило, да? На Октябрьском поле завалили коней, хорошенько так повалили. А паровозов? Вот, паровозов будем ловить после. Мы сперва сейчас, наши надеистики, изнасилуют на поле. Ага. Вот, а потом мы будем их отлавливать и... Слушай, круто, Андрюха, а у тебя сколько уже в банде человек? Это секретная информация, но могу сказать, что каждый день хотят всё новые и новые ребята туда вступить. Вот, значит, сперва над нами смеялись, над нашим названием, да, черкаши. Сейчас боятся и уважают. Ну, я согласен, название стрёмное, вообще, просто. Блин, ладно, Андрюх, победы нам, давай, спасибо. Объясни людям, что мы смеемся. Ну, и, наверное, тоже очень важный момент, хотелось бы который с тобой, ну, обсудить, поговорить. Это единение игроков и болельщиков. Хочется, чтобы каждый матч, там, не то, что не банальные слова там подходили, но чтобы, вот, действительно, там, после матча поражением, пускай-то там будет какое-то обидное, либо же это будет какая-то хорошая победа. Хотелось бы, чтобы фанаты и команды чувствовали друг друга, потому что в такой ситуации, в такой ситуации, да, там, будь это победная серия, или будет это какая-то, какие-то неудачи. Игроки и фанаты будут вместе, нам будет намного проще преодолевать именно этот барьер, да, нам будет проще преодолевать какие-то неприятности. Мы даже где-то можем, ты же знаешь, у нас есть текст хороший, который мы в свое время написали, мы простить неудачи можем, но без воли и никогда. Поэтому самое главное здесь, конечно, вот, даже то, что вы каждый матч сейчас подходите, это очень здорово, хотелось бы, может быть, где-то, чтобы подходили мы еще ближе к сетке, к ребятам. То есть мы, это наша будет там какая-то задача, мы можем там заряды уже, обсуждали это и не раз, будем вместе шизить. То есть стараться, опять же, повторюсь, не хочется ничего сейчас говорить, никаких задач, хочется, чтобы ребята продолжали тоже биться. Я думаю, тогда это единение, которое у нас сейчас есть, это не будет мимолетная вспышка, это будет постоянно. То есть люди все видят, да, как ребята бьются, и поэтому идет такое-то единение, о чем тоже говорю. Дай бог, чтобы оно продолжалось как можно дольше, чтобы все у нас будет хорошо. Дай бог, чтобы оно продолжалось. Великобритании Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...